Оркестры юбилейным звоном. У каждого из нас в судьбе частица завода, города или нашего района. А потому наш праздник, он для всех. И пусть ему сопутствует успех. Добрый день, дорогие жители Белой Холуницы, дорогие гости. Сегодня для меня огромная честь в этот исторический для Белой Холуницы день открывать цикл праздничных мероприятий, посвященных юбилею города, юбилею завода и юбилею нашего Белой Холуницкого района. Вдвойне волнительно мне это делать, потому как начинается наше праздничное мероприятие с очень важного исторического события. Сегодня мы, жители Белой Холуницы 2014, передаем всю нашу любовь, наш город, то, каким мы видим его сегодня, передаем мы людям, которые будут жить здесь, в этом замечательном городе через 50 лет. Я думаю, что сегодняшний праздник, то, как мы встретим 250 лет, как мы проведем эти большие праздничные мероприятия, дадут огромный заряд энергии и бодрости всем нам, для того, чтобы наш город процветал. С праздником, дорогие жители города, дорогие гости. Благополучия вам, добра и любви. В каждом городе, поселении, есть особенные места. В час веселья и в скорби, в волнении мы, конечно, приходим сюда. Здесь особенно ощущается связь времен, поколений, веков. Здесь история умещается в биографиях земляков. Исторический центр Холуницы, пруд, постройки давних времен и возможность вновь поклониться этим плитам со списком имен. Наши деды и наши прадеды, мы из ваших растем корней, неразрывно судьбою связаны, мы с родною землей своей. Сегодня мы отдаем дань памяти нашим землякам, павшим в Великой Отечественной войне. К обелистку, воину-защитнику возлагаются цветы. Великой Отечественной войны Сквозь время, везде и всегда, мучительно помним про это. Пришла в сорок первом беда, и лишь в сорок пятом победа. Ни Иваны, родства не помнящие, мы историю помним и чтим. И заглядывая в грядущее, обратиться к потомкам хотим. Чтобы знали они и помнили свои корни, свои истоки, мы надеждой на это наполнили обращение нашего строки. Сегодня, 26 июля 2014 года, у здания музея произойдет заложение капсулы времени. Это наше обращение к тем, кто будет жить здесь через 50 лет. В подготовке этого торжественного акта приняли участие, отлили и изготовили капсулу времени открыто акционерное общество «Белохолуницкий машиностроительный завод», а также общество с ограниченной ответственностью «Память». Для проведения церемонии на нашу сцену приглашаются представители четырех поколений, живущих сейчас в Белой Холунице. Старшее поколение жителей нашего города представляет председатель Совета ветеранов Белохолуницкого района Светлана Леонидовна Юдина. Врач высшей квалификационной категории Белохолуницкой центральной районной больницы, председатель Белохолуницкого районного отделения организации «Боевое братство», награжденный медалью за заслуги перед этой ветеранской организацией Николай Юрьевич Рябов. Выпускница школы 2014 года. Золотая медалистка София Соболева. Ученица второго класса, отличница учебы, активистка Ульяна Ильина. Сегодня представителям этих четырех поколений предоставляется право заложить капсулу времени, и мы предоставляем им слово. Дорогие друзья, сегодня большой праздник в нашем городе, во всем нашем районе, и, конечно, хвала и слава нашему заводу и всем, кто на нем трудится. Но в годы войны с этого завода и жителей города Белохолуница ушли люди на фронт. Они воевали, они отдавали жизнь, и многие из них не вернулись. Сегодня мне была честь от их лица поздравить вас с этим праздником, пожелать вам счастья, здоровья, мирного неба над головой, и чтобы никогда больше над нашей страной не гремели разрывы бомб. Будьте счастливы, живите долго. Дорогие земляки, любой город, район и завод можно сравнить с большим организмом. Организм состоит из маленьких клеточек, из частичек. На заводе это рабочие, в городе и в районе это жители этого города и этого района. У любого организма есть свой мозг, есть кровеносная система, есть выделительная система, есть кожа. От того, какие частички будут, из каких частичек будет состоять организм, так и будет жить этот город, завод, район. Древние римляне говорили, темпора мутантура тнос мутаму ренелис. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Я хочу пожелать от поколения 30-50-летних, давайте будем хорошими частичками нашего завода, города и района. Будем ценить все то, что здесь создано нами и накажем поступать так же всем нашим детям и внукам. Наши же поколения только вступают в большую жизнь. И именно сейчас пришло наше время нести ответственность за то, какими будут те 50 лет, на которые закладывается капсула времени. И каждый из нас постарается, чтобы эти полвека стали годами развития и прогресса. И чтобы жизнь людей стала более мирной и более счастливой. Мы пока еще только растем, но и у нас уже есть мечта. Пусть над белой холуницей всегда будет чистое, мирное небо. А самыми счастливыми во все времена будут дети. Сделайте так, пожалуйста. Текст обращения к потомкам зачинтывает глава города Белая Холуница Станислав Александрович Кашин. Дорогие жители города Белая Холуница. Сегодня, в день празднования 250-летнего юбилея нашего города, мы, жители Белой Холуницы, приветствуем вас, наших земляков и потомков, живущих в 2064 году. Полвека прошло с того дня, как написано это послание. Время неумолимо. Так пусть это письмо донесет до вас наш голос из начала 21-го столетия. В 2014 году в состав города входит 10 населенных пунктов. Численность населения составляет 11 882 человека. Город является участником многих федеральных и областных программ, направленных на развитие и улучшение качества жизни холуничан. Мы стали одними из первых, чей город принял участие в проекте поддержки местных инициатив, самообложения и граждан. Развивается социальная сфера. Капитально отремонтировано здание детской и юношеской спортивной школы, спортивного комплекса здоровья, городского дома культуры. Построена общественная баня. Ведется строительство пожарного депо, многоквартирных жилых домов. Всего за несколько лет наш город стал одним из центров культурной, спортивной и туристической жизни области. Верим, что 50 лет, которые нас разделяют, стали годами интенсивного развития белой холуницы. Мы твердо увеждены в том, что несмотря на все произошедшие за полвека изменения в жизни, какими бы они ни были, вы продолжаете бережно хранить историю и культуру родного города, приумножая его славные традиции. Мы уверены, дорогие наши потомки, что за прошедшие 50 лет вы сделали город лучше, красивее и еще комфортнее для жизни. Любите и берегите наш прекрасный город, как любили и берегли его мы и наши предки. Счастья и благополучия вам, мира и процветания городу! Обращение к потомкам от Открытого акционерного общества Белохуницкий машиностроительный завод. Здравствуйте, наши потомки! Вы вскрыли капсулу времени, изготовленную руками заводчан в 2014 году, в год 250-летия завода. 250 лет – это целая эпоха для нашего предприятия. За четверть тысячелетия сменилось много поколений заводчан, и каждая из них внесла свой вклад в развитие отечественной промышленности. Мы хотим, чтобы вы так же, как и мы, любили наш завод. Ваше будущее связано с нашим настоящим, которое мы несем для вас сквозь годы. Без сегодня нет завтра, без завтра нет будущего, без нас не было бы вас. Желаем вам всегда идти вперед, чтобы удача всегда была впереди вас, счастья вам и вашим родным. Пусть радость и любовь постоянно будут вашей в судьбе! Пусть радость и любовь, счастья вам! За все наше время в ответе Мы станем предзавтрашним днем Чтоб все, что мы сделаем Дети наследством увидели в нем КОНЕЦ 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 Это наше будущее КОНЕЦ КОНЕЦ Нет, неудоб Прекраски, родины мои, Вечная, святая, добрая страна, Ты не знала, что предотвратили нам, А страна, необъятная моя Россия, Была страна, есть еще раз моя рассвет, Была страна, не рюклялась я в Африи, Была страна, от некий не говоря, Девушки отдыхают, На берегу, мы говорим, что оборудования, И не надо, но я не знаю, Что учиться, так что пролезать, Не надо, да, не надо, Это лен, это лена, Это лен, это лена, Плесня, вот так, Сделали дети, Девушки отдыхают, Е-Эм, Время потом. Возьмите камеру сзади, камеру загородили. 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 Возьмите камеру загородили. Спасибо.